вечер добрый дорогие друзья братья и сестры сегодня у нас воскресенье вечером как обычно часов 9 я выхожу чтобы с вами пообщаться и ответить на ваши вопросы ну в частности задали мне такой вопрос батюшка знаю женщину она страдала от мужа муж был алкоголиком избивал гонял ее с детьми не бегали то есть часто претерпевали всякие гонения от него она не выдержала подала на развод и со временем бывший муж уже на тот момент повесился она корить в этом себя но если на ней этот грех конечно тут ответ можно дать неоднозначный с одной стороны как жену так и детей он сбивал руку поднимал с одной стороны можно сказать нужно было чтобы она терпела до конца несла свой крест конечно же молилась о нем но я думаю наверняка она делала это и несла но человек не хотел исправляться и не каялся и для него все это было чуждо то есть святые отцы говорят первая ступенька с линии души это осознание человек в принципе то не осознавал когда человека осознают он пытается исправиться а в данной ситуации мы видим что он довел до кондиции и в очередной пьянки он повесился что такое суицид вообще нужно сказать это глубокая такая гордыня убежденность что я все равно сделаю по-своему по всем меня подходит после смерти любят только жалею это то что они меня потеряли то есть опять я и для меня и вокруг меня только человек не задумывается о том или мало задумывается что о нем уже не помолись и никакой духовной пользы ему не сможешь сделать если конечно он не психически больной был человек и не стоял на учете у врача только в этом случае можно у человека молиться отпеть его подавать милостинку за него чтобы о нем молились а данной ситуации возвращаясь к вопросу корить ли себя ей или нет конечно нужно знать полноту всей этой истории и пообщаться с ней конкретно с этой женщиной но хотя бы опираясь на тот вопрос который задали мне конечно тут я думаю она нанесла до конца свой крест и с целью не столько себя уберечь а сколько детей от неумышленного скажем не дай боже убийства со стороны мужа бывшего она развелась уберегая своих детей поэтому молиться о нем я думаю уже нету возможным но быть противница всякого алкоголизма и призывать людей не делать этого указано свой личный пример конечно нужно потому что живой пример он всегда более нужно воспринимается и ближе к сердцу вот такой вопрос слава богу я сегодня вижу что есть подключились к эфиру несколько человек я хотел бы услышать вопросы от вас как вы видите я некоторые сюжеты делаю так вот монтирую чтобы они более смотрибельны были ближайшее время я сделаю сюжет о том как трудиться для храма божия в храме и как вообще можно принести угождая богу пользу своей душе если те кто подсоединились есть у вас вопросы я искренне рад был бы ответить на них пожалуйста задавайте может быть по теме сегодняшнего вопроса о алкоголизме или же вообще нужно сказать может затрагивали эту тему частично к алкоголизм это конечно болезнь немощь и тут искренне сожалению таким людям можно только посочувствовать потому что табакурение наркомания игромания компьютерной зависимости это конечно беда человек живет уже не своей жизнью вопрос что случается с ангелом-хранителем после смерти человека ну скажем так ангел-хранитель это божий служитель который приставляется к человеку для обижения его и также он приходит ко господу и служит господу продолжает ему служить он не растворяется он никуда не девается к так же как душа душа вечно тело брено оно идет землю душа отвечает за свою земную жизнь где она воздержалась где она покаялась а где она поддалась искушению греху и услаждалась им ангел-хранитель наш идет богу и газ господу дальше служит вот так вот еще какие есть вопросы мне также недавно ну надеюсь вы сейчас еще задите вопросы недавно задали вопрос если бы вы узнали о том что если есть истина истина а ваша как бы истина верования бога не совсем правильно поменяли бы свою веру и пошли бы за другой истиной конечно же не поменял да хотя бы опираясь только лишь на то что господь сказал я есть путь свет и истина какую мне еще нужно истину какую веру не возьми религию хоть протестантство хоть мусульманство везде почитается в то ли большей степени христос православная вера почитает его как сына божий как вторую ипоста святой троицы бога и если господь говорит что я есть пути истина свет какую мне еще нужна истина если сын божий говорит ученикам своим апостолам что пошлю вам дух духа истины который вас наставит дальше глаголить что и не думайте о чем что вам сказать но он вразумит вас а мы берем священники свое начало от апостолов через таинство рукоположения какое еще мне нужно истину если господь мне дал уже эту истину мне только нужно и понять принять и как священнику донести до того кто хочет ее услышать не навязывая не заставляя уверовать не нужно этого делать никому не навязывать хотите чтобы человек стал православный живите как православный и он спросит тебя как стать таким же достойным уважением православным христианином не надо никому навязывать господь никому ничего не увязал он он говорил а кто хотел шел за ним ну надеюсь вы еще задать эти вопросы я жду чтобы вам быть еще полезным давайте я наверное еще отвечу на один вопрос который мне здесь задавали он немножко не по теме алкоголизма но тем не менее вопрос нужно ли обязательно молиться утром когда ты проснулся читать утренние правила и на сон грядущий когда ты ложись спать насколько это обязательно нужно важно отвечаю на этот вопрос нужно ли нам кушать нужно нужно ли нам купаться нужно можем ли бы без этого наверное нет так и наша душа не может без общения с богом с божией матерью святыми это естественная духовная потребность которая должна быть нормой обязательной нормы где-то сначала мы учимся понуждаем а для нас это потом норма становится соглашусь что можно начать с меньшего с одной-двух молитв даже может где-то начинать со своих слов что молитва это общение с богом но о том что меня спросили утро и вечернее правило это многолетний пережитый опыт который передается нам как такой духовный жизненный необходимый момент поэтому я думаю нужно молиться если конечно есть ну такие послабления если ну совсем то устал помолись по правилу серафима саровского кто не знает я скажу это три раза ученаш три раза богорис я дева радуйся молитва божьей матери и один раз молитва символа вера во что человек православный верует то есть молитва его исповедание веры но это совсем кратенько это жизнь мы общаться с я тебя все я чать телевизор одного друг как обычно в разуме этих Или же если Господи, тех, которых еще Тех, которые уже Предательный человек Который Едет помочь тебе в том Править милосердие Творчество Полезным, а не Ты же порой можешь сказать Животным, потому что Животным А мы Творец Токий разум Призывает нас А вера наша Больше не вижу, что Благодарю вас за внимание Благодарю вас, Господь С вами Ангела храните А с Богом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok